МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, уважаемые коллеги, предлагается начать следующий этап нашего мероприятия круглый стол, тематика которого обозначена на экране. Ну и обещали, что конкретные вопросы тоже будут там высвечены, поэтому я их даже не буду вслух озвучивать, поскольку регламент довольно жесткий. Не знаю, планировали организаторы этого форума так или получилось случайно, но в первой части мероприятия Алексей Сергеевич Кузьмин довольно подробно сравнил значение нескольких терминов, связанных с безопасностью информации, информационной безопасностью и так далее. Но в последнее время довольно часто одновременно с этими вопросами обсуждаются вопросы импортозамещения, и часто ставится знак равенства между защищенным и отечественным. И появился еще такой термин доверенное средство, доверенное программное, доверенное аппаратное средство. Что в этот термин вкладывают выступающие, когда говорят об этом, вообще не до конца понятно. И вот, значит, хотели попробовать с помощью приглашенных экспертов разобраться в этом. Ну, есть известное выражение «без нужды не умножай сущностей», поэтому вот хотелось понять, это какая-то новая сущность, или это мы старую пытаемся там новым словом назвать. Вот, поэтому вот в первый вопрос замесили как раз все основные такие моменты. Какой смысл каждый из экспертов вкладывает в этот термин? Требуется ли там дифференцированный подход к уровням доверия? Ну и так далее. Вот, прошу высказываться, ну, давайте по порядку, да. И у нас регламент, ну, так скажем, по две минутки, прошу соблюдать. Ну, поскольку я здесь, наверное, один из самых молодых, то мне поручено высказать свою точку зрения. На мой взгляд, нам сначала нужно ввести определение, что мы понимаем под доверием. И нам хотелось бы сразу очертить некоторую, вот, то есть высказать предложение по определению, что можно считать доверием в плане информационной безопасности. Во-первых, это, наверное, выполнение основных функций, и, наверное, это степень уверенности в том, то есть определение доверия – это степень уверенности в том, что основные критерии безопасности, то есть целостность, доступность и конфиденциальность будут выполняться в заданном объеме. А что такое степень уверенности? Это значит, мы должны вводить определенные уровни доверия. Ну, вот, что касается идентификации и аутентификации, то я в этом убедился, что действительно необходимо вводить уровни доверия, независимо от производителя, независимо от поставщиков различных решений, можно те или иные продукты и решения относить к определенным уровням доверия. Вот в этом моя убежденность. Мне кажется, что основные критерии, они должны быть непосредственно связаны с выполнением основных наших свойств защищенности, то есть, еще раз, это целостность, конфиденциальность и доступность. Вот это моя точка зрения. Продолживая эту же линию, абсолютно солидаризируясь с предыдущим экспертом, хочу сказать только, что уровни доверия должны быть различны, хотя бы потому, что различны те системы и те ответственности систем, в которых они должны применяться. Поэтому различные уровни доверия должны быть, и очень печально, что пока что их нет, хотя вообще-то насущнейшая необходимость. Не может быть одинакового уровня доверия у сельской электростанции и у станции, например, Саяно-Шушенской ГЭС. Понятно, да? То же самое по поводу требований к уровням доверия, требований по защите информации. Для разных уровней доверия должны быть разные требования, и, соответственно, разные по надежности системы защиты. То, что у нас защищается на персональном, личном компьютере, должно и будет, совершенно очевидно, кардинально отличаться от того, что применяется для защиты государственной данной. Поэтому по поводу того, что каким-нибудь образом отличается, значит, доверенная среда от конфиденциальности, целостности и доступности, я могу сказать, что здесь различий нет, это все примерно одно и то же. А я, коллеги, наверное, не буду задализироваться с предыдущими выступающими. Мне кажется, что господин модератор немножко более широко поставил вопрос, он поставил вопрос, а что такое доверие, что такое доверенная среда. То, что касается степени доверия, да, конечно, это безусловно так, и должны быть разные. Но что же такое само доверие, что такое доверенная среда? Вот давайте представим ситуацию. Мы обрабатываем информацию, то есть у нас есть необходимость... Второй вопрос. Это как раз было, насколько я понял, так именно поставил вопрос. Вот что такое доверенная среда, что такое доверие? Вот мне кажется, что все-таки доверие при обработке информации должно быть ко всем элементам, которые участвуют в обработке информации, начиная от человека, который ее обладает, кончая техникой, то есть железом, софтом, кончая программными продуктами, кончая, вернее, сюда же необходимо, наверное, включить и правила, по которым это обрабатывается. То есть вся технология обработки информации должна быть в какой-то степени доверия. Вот это вот действительно, на мой взгляд, является той доверенной средой, то есть создав доверие вот к этой вот области, мы можем говорить о доверии к этому. А дальше уже можем говорить о степени доверия, о том, что это будет разное для сельских станций и для всего остального. И, наверное, требования будут для персонала одни, для софта другие, для железа третьи, для правил четвертые и так далее, и так далее. Но, в принципе, это все является доверенной средой. Спасибо. Не буду солидаризироваться ни с одной группой, ни с другой. Но, во-первых, я бы хотел обратить внимание на выступление первой части, пленарное, когда вот эта вот идея о том, что существует средство, то есть безопасность КТ и существует безопасность контента, на мой взгляд, это вот есть та самая линия раздела. Поэтому подмешивать понятие доверенность, доверенность людей, я считаю совершенно неверным, это неправильно. Мы говорим о средствах, и о них и нужно говорить. Теперь по поводу, собственно, того, к какому объекту можно применить понятие доверенности. Вот, допустим, у нас есть проверенная программа, и эта проверенная программа работает в проверенной операционной системе. Результат будет правильный или нет? Ответа на этот вопрос нет, потому что правильный ответ будет только в том случае, если мы сможем что-то внятное сказать о самой среде. Вот если среда неконтролируемая, если среда неверна, то никакая правильная программа ни с какими правильными данными правильный результат не даст. Поэтому, на мой взгляд, понятие доверенность можно использовать только к вычислительным системам, только к среде. И добавлю, наверное, еще, что это то положение, которое давным-давно сформировалось, наверное, на протяжении последних лет 25. Ведь если мы вспомним, как понятие развивалось, мы должны вспомнить сначала понятие функционально замкнутая среда, вот авторами которых, на мой взгляд, был... Но я могу ошибаться, это мое представление, но мне кажется, что это был Малютин Андрей и Петров. Потом появилось понятие изолированная программная среда, это, скорее всего, Андрей Анатольевич Петров и Щербаков Андрей Юрьевич. Потом появилось понятие доверенная вычислительная среда, оно было опубликовано в моей книге в 99-м году, ну, возможно, было и раньше, но я не встречал. А потом появился доверенный сеанс связи. Вот такое развитие. Можно ли понятие доверенность применять к электростанции? Я уверен, что нет. Я категорически против, чтобы доверенность применялась хоть к Саяно-Шоссенской, хоть к Воронежской, хоть к любой другой электростанции. Спасибо. Он продолжает традицию предыдущих несоглашателей. Я тоже, пожалуй, не соглашусь с предыдущими точками зрения, но в каком плане не соглашусь. Действительно, очень важно, как мне кажется, начать с терминологического аппарата, который мы используем в обсуждении, понятие доверенная среда, потому что доверенной средой может быть среда, в которой, как было сказано, крутится какая-то политическая информация, которую мы предполагаем защищать, или хотим защитить. Это может быть доверенная среда для работы самого средства защиты, или это может быть доверенная среда для работы целого бизнеса. Что мы понимаем под доверенной средой? Потому что в каждом конкретном случае мы будем применять к этой доверенной среде разные критерии оценки. Это первое замечание. Второе. Хотелось бы, наверное, уже такое мое мнение, иметь все-таки единый набор уровней доверия, независимый от конкретного объекта, к которому будет применяться эта шкала, которую мы выработаем или выберем, опираясь на собственное экспертное мнение или какие-то там, допустим, зарубежные практики. Вот это тоже существенно, потому что большинство здесь присутствующих, являясь в той или иной степени специалистами в области информационной безопасности, могут долго рассуждать в отношении ИСКЗ и среды защиты информации от НСД, погружаться в детали. Но хотелось бы иметь все-таки тот набор оценок и ту шкалу, которую смогут оперировать в первую очередь не специалисты в области информационной безопасности. Им очень сложно с нами общаться, коллеги. Работая с рынком, мы постоянно с этим сталкиваемся. Людям очень сложно объяснить те узкие аспекты, с которыми мы сталкиваемся на этапе как разработки среды защиты информации, сертификации среды защиты информации и применения этих среды защиты информации. Хотелось бы иметь что-то, некую шкалу посредник, ту самую оценку доверия к нам, как разработчикам среды защиты информации, доверия к конечной информационной системе, которым можно было бы оперировать в разговоре с непрофессионалами, с потребителями среды защиты информации. Спасибо. Первый круг показал, я, по крайней мере, не услышал ответа на вопрос, все-таки понятие доверенной среды это новая сущность или можно поставить знак равенства между понятием доверенности и понятием защищенности в соответствии с заданными требованиями. Это первое. Второе. Значит, нормативная база в СТЭК и ФСБ предусматривает, вообще говоря, дифференцированный подход в зависимости от класса защиты. В каком-то смысле как раз и говорится о том, что это различный уровень доверия. То есть глубина анализа окружения для сертифицированного средства отличается в зависимости от того, по какому классу оно сертифицировано. Глубина анализа и конкретные требования к этому средству отличаются в зависимости от, будем говорить, интуитивного уровня доверия к этому средству. Поэтому, значит, вот, наверное, все-таки классификация какая-то присутствует. Теперь вот вопрос все же, возвращаясь к первому, понятие доверенности это новое или это равно защищенности. Можно ответить? Ну, если позволите. Понятие доверенности и защищенности понятия совершенно разные, на мой взгляд. На мой взгляд, это совершенно разное понятие. По поводу ФСБ и ФСТЭКа подходу. Мне кажется, что к пониманию доверенной среды довольно близко понятие среда функциональной кредитографии, которая есть в ФСБ, в ФСТЭКе налогичного понятия я пока не видел. С учетом того, что... Да, да, да. С учетом того, что нам рассказали, надо читать там только и слова, а нет качественных показателей, количественных показателей. Значит, опять сошлюсь на выступлении Дмитрия Геннадьевича Кребкова о том, что меняется, корректируется доктрина информационной безопасности. Я бы предложил понятие доверенность относить не к блокам, не к программам, а относить к ИКТ. Вот если мы будем говорить, что доверенное и доверенные ИКТ, мне кажется, это будет точнее. Если мы будем подключать сюда людей, тем более коллективы людей, на мой взгляд, мы размоем ситуацию. И что касается общих критериев, наверное, ни для кого не секрет, что я давным-давно являюсь таким вот очевидным противником общих критериев, хотя и мы пользуемся, потому что нужно пользоваться. Почему? Потому что, во-первых, довольно неправильный перевод, это тот перевод, который мы сегодня пользуемся. И, во-вторых, общие критерии не содержат количественных показателей. Реально ими пользоваться в жизни довольно-таки трудно. Это скорее имитация деятельности, чем реальная деятельность, в мой взгляд. Если позволите, опять не соглашусь. Мне здесь хотелось бы выступить в какой-то степени, может быть, в защиту в стекской нормативке. Есть именно в стекской нормативке, именно в текущем подходе, который данный регулятор полномерно начал несколько лет назад проводить активно, подход, связанный с использованием общих критериев, как единой базы для разработки новых требований к средствам защиты информации. Мы сейчас уже имеем определенный набор новых требований, я имею в виду, новые по отношению к старым руководящим документам госкомиссии. И как раз-таки подход общих критериев, опять-таки, на мой взгляд, в этом плане, прошу прощения за тавтологию, именно общий. Там вводятся совершенно внятные понятия уровней доверия. При этом в контур рассмотрения регулятора лаборатории попадают не только функциональные качества того или иного средства защиты или объекта оценки, если рассуждать в терминах общих критериев, но попадают и требования к построению процессов разработки, требования к процессу внедрения эксплуатации, к выведению из эксплуатации, то, что мы называем жизненным циклом средств защиты информации. Там все это совершенно четко прописано. И в этом отношении, как раз-таки, в требованиях ФСБ вот такой шкалы, такой терминологии не применяется. Там все сводится именно к функциональным основным характеристикам. Коллеги, мне кажется, все-таки мы немножко скатываемся, немножко не в ту область, мы пытаемся найти критерии. Давайте все-таки решим главную проблему. Все-таки что такое, ну вот как поставил наш господин модератор, что такое доверенная среда, есть ли такой термин. Это новая сущность. Ну, определение сейчас я, наверное, не смогу сформулировать. Попробую, попробую, попробую. Я говорю, давайте вот из чего исходить. Первое. Я говорю, давайте исходить из того, что всем известно, что если есть цепь, то надежность этой цепи определяется самым слабым звеном. Это первое. Второе. Моя практика показывает, вот моя практика, я занимаю слабого более 30 лет этими проблемами, показывает, что вопросы обеспечения безопасности информации, я такой термин приму, во многом лежит не столько даже в технической, примерно на 20-25% это техническая часть, и примерно 70-75% это организационная составляющая. Более того, если мы посмотрим, как сегодня сказал господин модератор, он что сказал? Что оценка идет, исходя из анализа окружения. И еще один момент к этому же, это выступление Артема Михайловича Сычева, который сказал, что да, у нас не хватает специалистов, юристов. Вот если все в этом самокупности, то получается, что в принципе, действительно доверенная среда, это среда, которая охватывает все элементы обращения защищаемой информации. Да, немаловажная часть занимает здесь и техническая сторона, немаловажная часть занимает и организационная составляющая. И в совокупности, то есть практически доверенная среда, это та среда, в которой есть доверие к окружению, есть доверие к платформе, к операционной и технической платформе, Есть доверие к правилам управления, есть доверие к самой информации. Я все-таки считаю, что нам вначале нужно дать определение доверенности. Если мы его не дадим, то мы будем тут сейчас путаться, обсуждать окружение, среды и так далее. Все это, на самом деле, вторично и следует из определения. Предлагается следующее определение. Доверенность – это соответствие заявленным свойствам. Все. Нет, еще раз, доверенность – это доверенность. Я не говорю доверенность, но изделие. Я говорю доверенность как термин. Это соответствие с заявленным свойствам. Дальше отсюда следует все, что угодно. Между прочим, эти соответствия могут быть различные, свойства тоже могут быть различные. Кстати, и заявления тоже различные. Все эти три слова допускают такую большую варьировку, что дальше отсюда следует много кое-чего. Нет, это правильно. Всякое определение для любого термина, оно потом допускает уточнение, определение, развитие и, так сказать, градуировку. Что такое криптографическая стойкость? И поехали. Что такое защищенность? И поехали. Операционные системы, и поехали. Так вот, еще раз. Предлагается такой термин. Дальше он может быть подвергнут критике. Вот, пожалуйста, тут мы готовы как-то двинуться. Пожалуйста. Я извиняюсь. Да, вопрос вы зададите, но все-таки определение, которое дал Александр Павлович, это определение надежности. Соответствие с заданным свойством, это определение надежности. А доверенность, она, наверное, все-таки немножко глубже, на мой взгляд. И, наверное, это все-таки связано с определенной уверенностью в выполнении заданных функций. Наверное, доверенность. При выполнении свойств защищенности, выражающихся в целостности, конфиденциальности и доступности. Вот с моей точки зрения, как эксперта. И мне кажется, что это все-таки разные, значит, значения. То есть доверенная среда и защищенная среда, это вещи разные. Сначала нам нужно убедиться, что заданные функции будут выполнены. Ну, например, значит, одна из, один из критериев доверенности, секундочку. Значит, не избивайте меня, пожалуйста. Значит, степень уверенности в выполнении заданных функций связана обычно, то есть доверие, которое мы получаем в итоге, связано, например, с повторяемостью. Если вы тысячу раз заводили будильник, и будильник вас будил за одно время, вы доверяете в тысячу первый раз, что будильник вас поднимет завтра в пять утра. Вот, например, да, пример доверия к тому, что будильник прозвенит. То есть это выполнение заданных функций при условии защищенности. Пожалуйста. Сейчас, коллеги, можно я буквально два слова скажу, потому что редкий случай, когда я в основном согласен с Алексеем и менее согласен с Александром Павловичем. Значит, кроме одного, доверенный будильник такая же, я не знаю, как это назвать, примерно то же самое, что и доверенная электростанция. Не бывает доверенных будильников, а бывает доверенная среда. Вот ровно на чем я настаиваю. Я готов дать свое определение, Александр Павлович, хотя раньше о нем не думал. Спасибо за совет, но вот я его даю. Доверенная среда – это среда, в которой свойства защищенности сохраняются. А вот, наверное, с этим я соглашусь, потому что доверенный будильник есть. А если этот будильник положил под подушку, и я не услышал его, он зазвонил, он выполнил свою функцию. Но, кстати говоря, он не выполнил того, что мне интересует. Поэтому я больше соглашусь с Валерой Аркадьевичем в данном случае. Конечно, потому что задача среды – сохранять свойства. Если там работает проверенная криптография, то ее свойства должны быть сохранены. Именно это и делает среда. Итак, доверенная среда – это среда, которая сохраняет свойства защищенности. Вообще, я бы хотел напомнить, что вся эта среда создана не для того, чтобы сохранять свойства защищенности, а для того, чтобы выполнять некую полезную функцию. А защищенность – это одно из свойств, которые требуются от этой среды. Это вы о какой среде говорите конкретно? Поэтому я лично высказывание Александра Павловича воспринимаю так, что в том числе доверенность может в себя включать и выполнение заявленных функциональных свойств. И тем самым будет выполнено требование функциональной безопасности созданной информационной системы. Помимо того, что будут выполнены требования по защите информации, будут выполнены требования функциональной безопасности. В том числе и будильник не будет положен под подушку. А алгоритм действий будет прописан явным образом. Я полагаю, что расширительное толкование… Если он автоматический, то… Смотрите, когда мы даем определение, расширительное толкование недопустимо. А куда что-то еще-то расширится? Наши определения должны носить характер конструктивный, а не спекулятивный. Конструктивный – это вот, который можно пользоваться. Мне кажется, Александр Павлов взял такое расширительное понятие, которое действительно охватывает все области. Но мне кажется, что нельзя, конечно, немножко зауживаться и зацикливаться только на какой-то узкой технической проблеме. Пожалуйста. Вопрос, он к термину «заявленные свойства». А что касается незаявленных свойств, недокументированных возможностей и прочих интересных штук, через которые обычно и, скажем так, все проникновения, все атаки и производятся. Вот им где данное место в определении? Ну, на мой взгляд, как раз там место есть. Вот в том общем определении. Вы же сказали, что заявлено свойство защищенность, да? То есть тем самым вы защитили свою среду, в том числе и от тех самых уязвимостей. Они могут быть, но от них защищено. Коллеги, если позволите, вот тоже еще одна такая сентенция. То есть можно говорить о том, что любая доверенная среда, она в обязательном порядке должна быть удовлетворять требования защищенности. Но в самом деле защищенность, она не дает сразу доверенности. То есть вот такая штука несимметричная. И я действительно здесь вот хочу согласиться с Валерием Акадьевичем в том плане, что, если говорить уже именно о доверенности, то говорить надо о сохранении заявленных качеств на определенном жизненном цикле, среды, по отношению к которой мы выдвигаем термин доверенности. Нет, не просто выполнение конкретных свойств, да, выполнение их на определенном периоде времени. Это очень существенно. Да, потому что отсюда вытекает требование на необходимость регулярных проверок, аудитов, то, о чем тоже говорилось вот в начале нашего мероприятия. Ну, по крайней мере, уже консенсус рисует. Приходим, приходим, да. От несоглашательства приходим уже к некому соглашательству. Я думаю, что сейчас вот эта функциональная безопасность, она во многих случаях на первый план выходит. Достаточно взять такой большой пласт, как АСУТП, да. Вы можете сделать суперзащищенную с точки зрения нормативной базы ФСБ и ФСТЭК систему, которая будет насквозь дырявой с точки зрения функциональной. Просто потому, что неправильный алгоритм выполнения каких-то действий запрограммирован. Ну, это из области надежности в большей степени. Нет, 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 ненадежности. Функциональная безопасность с точки зрения… Коллеги, самая защищенная система, которая не работает. Это же известно, что тут. Это вот как раз крайняя точка зрения. В отношении нормативной документации ФСТЭКа мы все немножко подзабыли. 92-й год, когда были переведены азы, которые были закреплены в оранжевую книгу, которую все забыли. Вот там уже было понятие доверенной среды введено в документах именно ФСТЭКа. Поэтому, что касается общих критериев, то вот моя личная точка зрения, общие критерии, они в основном направлены именно на разработку ПО. Когда речь идет о программно-аппаратных комплексах или, тем более, там системы, то это вот уже очень трудно с помощью общих критериев четко разделить на уровни и протестировать. Но это моя личная точка зрения. Вот я сейчас просто занимаюсь этим, пытаюсь применять программно-аппаратным комплексом общие критерии. Там не все так просто. Спасибо. Я хочу еще раз подтвердить, чтобы вы меня понимали правильно. Вот динамика развития нормативки ФСТЭКа в ближайшее время очень хорошая. Это правда, да? Это правда. Тут вот возразить нечего. Динамики развития нормативки ФСБ мы замечаем существенно меньше, хотя она тоже есть. Но мне больше нравятся те подходы, в которых указываются количественные оценки. На мой взгляд, если нет количественных оценок, очень трудно выполнить требования. Здесь слишком много субъективизма. И поэтому я как раз и хочу призвать ФСТЭК не останавливаться на том, чтобы давать методические подходы, но еще и давать какие-то количественные ориентиры. Тогда будет еще лучше. А я хотел бы еще добавить один маленький момент. Да, действительно, вот мы вроде бы как более-менее договорились, что такое доверие, среда, что такое доверие. Но критерии действительно должны быть. Нельзя быть, вот возвращаясь к словам Александра Павловича, не может быть одинакового доверия, например, к станции электростанции, к средствам, которые обеспечивают жизнедеятельность электростанции в одном отдельном селе или соязанно-шушенской ГЭС. Действительно, критерии должны быть разные. И уровни доверия должны быть разные. Но это определяется, это не противоречит тому, что общее понятие доверия все-таки существует, и мы его выработали. Я категорически возражаю против доверенности будильника. Доверенности КТ. Давайте все-таки говорить на свою тему. Тут по первому вопросу у нас остался совсем открытым, маленький подвопрос. В случае, если мы принимаем все-таки в расчет понятие функциональной безопасности, когда говорим про доверенность, то это вот чья поляна? Кто должен формулировать требования и так далее? Да, кто регулятор? Да, да, да. Нет, я бы не так сформулировал. Вы поймите, как бы ни была важна информационная безопасность, она всегда вторична. Информационная безопасность, как была, она всегда есть и будет обеспечивающим фактором для обработки информации. Главная функция информационной системы, главная ее бизнес-задача, это доставить информацию из точки А в точку Б. В том виде, обработав ее в том виде, который предполагается определенным алгоритмом. Наша функция, наша функция безопасников в этой системе заключается в том, чтобы доставить из точки А в точку Б в безопасную информацию. И именно поэтому, если бизнесу удобно чесать правой рукой за левым ухом, значит мы должны обеспечить именно такой процесс. Ну, я хочу сказать, что насчет того, что регуляторов нет по доверенности, это не совсем верно. Значит, регулятор есть, например, но он отраслевой. Это регуляторы по энергетическим комплексам. Кто отвечает? Минек. Я издала соответствующий закон, я сейчас, конечно, не помню его номер, где там регулируются средства безопасности, обеспечения, такси, и так далее, и так далее. Вот это фактически и есть доверенность к тем самым средствам производства электроэнергии, и не только электроэнергии, и топливоэнергетическому комплексу в целом, который целый пласт закрывает. Видимо, так же должно быть и по Минздраву. Там ведь, между прочим, такие информационные системы и колоссальные объемы, которые мало кто знает и мало кто учитывает, а в перспективе там будет еще их больше. А вот какова там степень доверенности, что анализ придет с тем значением сахара, которое написано в первоначальном диагностическом эксперименте, а вовсе не о том, что смотрит врач, ну и так далее. Или там рассматривает экспертная система. Это целостность, это недоверенность. Ну вот сейчас пошло, может быть целостность, может быть доверенность. Тем не менее, мне кажется, что отраслевая направленность доверенности, она будет обязательно, поскольку там присутствует очень существенная специфика, касающаяся функционала систем. И от этого никуда не уйдешь. От функционала систем действительно никуда не уйдешь. Да, пожалуйста. Чему мы доверяем-то? Кто доверяет? Человеку или кто? Совершенно верно. Здесь уже поднимался вопрос. И регуляторов у нас нет. Что такое среда? Вот что она в себя включает? Ну известно, что безопасность обеспечивается сочетанием мер правового и организационного характера и программно-технических средств. Ну на целый ряд вопросов, которые мы обсуждаем. Мы вообще выбросили из рассмотрения. Это есть составная часть той самой доверенной среды или нет? Вот мы обсуждаем вопросы, да? Но ФСБ уже на целый ряд вопросов ответила. С чего начинается допуск гостайни? С проверочных мероприятий. Проверяет гражданина в первую очередь. Допустить его в гостайни или нет? А уже потом вторичный вопрос защиты информации с помощью технических средств. Дальше у нас еще есть регуляторы. ФСО, СВР, Минобороны. Каждый тоже работает в своей отрасли. Из чего опять же во всех этих направлениях опять присутствует человек? Как первая основа доверенной среды. Вот по-моему, на мой взгляд, в этом плане надо обсуждать доверенную среду. А то, что проработано с точки зрения технической, УСТЭК у нас уже достаточно хорошо прорабатывает эти вопросы еще в 92-м году. И продолжает прорабатывать эти вопросы. ФСБ тоже продолжает с технической точки зрения хорошо прорабатывать эти вопросы. А вот у нас сейчас условия такие, что где граница Российской Федерации? На территории Российской Федерации действует огромное количество иностранных, общественных объединений, религиозных объединений, предприятий. Вот здесь-то как создать доверенную среду? Ну, вы правильный вопрос поднимаете. В информационном пространстве границ вообще нет. Поэтому довольно сложно провести ее. Не, но, коллеги, давайте все-таки... Вот вопрос был хороший, но человек, вот как правильно сказал Александр Павлович, человек никогда не может быть доверенной средой. Даже тех, кого проверяли ФСО, ФСБ и так далее, его можно купить с потрохами. Примеров таких очень много. Понимаете? Например, да, он может еще что-то забыть, он может что-то... и так далее. Вот. То есть давайте все-таки поуже. И вот мне тоже не понравилось, Сергей Викторович начал говорить в терминах информационной безопасности. Давайте сузим до компьютерной безопасности. Потому что информационная безопасность, как теория, ее не существует вообще. Это отдельный пласт и отдельная вообще история. Это раз. Во-вторых, значит, вот Валерий Аркадьевич сказал, я доверяю только количественным оценкам. Ну, давайте их создадим. Но дело в том, что, посмотрите, реально у нас риски кто-нибудь умеет считать до цифры? До цифры. Есть отдельные истории, есть отдельные области, где это научились делать. А так до цифры. Не научились, мы все-таки оцениваем качественно. И вот как только мы достроим теорию компьютерной безопасности до верху, вот тогда можно будет говорить о цифрах. Я совершенно согласен, что к этому надо стремиться. И, собственно, вот сообщество, которое сегодня собралось, оно и должно в этом направлении поработать, чтобы закрыть эту проблему. Алексей, ну нельзя же выводить человека из контура, так сказать, рассмотрения. Иначе разрушится фундаментальный подход, в том числе Федеральной службы безопасности. Мы же там начинаем с чего? С определения модели угроз и уровня нарушителей. Нет, коллеги. Вот самый ненадежный элемент в любой системе – это человек. И не только по информационной безопасности, но и по функционалу, и по любому другому. Как только начинается возникать надежда на то, что человек правильно делает, например, правильно вводит адрес. Я вот раньше тоже так считал, что можно на человека возложить такую ответственную функцию, как введение собственного адреса места жительства. Докладываю вам, что как только число вводимых адресов переваливает за тысячу, начинается такой кавардак, что мало никому не покажется. Просто люди начинают ошибаться, и число этих ошибок становится критичным для системы. Поэтому самый ненадежный элемент – это человек. И вводить человека в систему доверенности – это значит погубить системный подход. Системный подход должен рассматривать человека как самый ненадежный элемент. Позвольте все-таки. Тем самым мы перешли плавно ко второму вопросу. Является ли проблема доверенной среды чисто технической или затрагивает другие аспекты? Прошу высказываться. Ну я коротко, а то у нас дискуссия будет продолжаться до вечера, а время ограничено. Если коротко подходить, конечно, это комплекс должен быть из технических мер, из организационных и нормативных. Иначе эта проблема не решается. Это триады, которые извечны. Я просто на примере, допустим, взять юридические силы электронного документа. Уж такая модная сейчас тема, о которой много говорят. Без этих трех составляющих невозможно решить эту задачу. То есть одними техническими мерами мы не создадим доверенную среду. Как ни странно, я солидаризируюсь. Нет, я категорически не согласен. Вполне понятно. То есть если мы хотим получить результат конструктивный, мы должны достигать его там, где он, в принципе, может быть получен. Он может быть получен в технике и не может быть получен в социальной среде. Это очевидно. Первое. Теперь второе. Какие аспекты затрагивает она тому или не затрагивает? Если мы посмотрим на историю развития выселительной техники, мы с вами заметим, что в начале, примерно 70 лет назад, Алан Тьюринг придумал универсального исполнителя, так называемого машину Тьюринга. Эта машина отличалась тем, что она, собственно, стала в конце концов синонимом понятия алгоритма. То есть она машина, которая может выполнить любой алгоритм. А 60 лет назад правительство Соединенных Штатов Америки двум конкурирующим лабораториям поручило разработать различные компьютеры. И в Принстоне под руководством фон Неймана, и в Гарварде под руководством, я уже не помню, кого, разрабатывались две компьютерные архитектуры. Обе эти архитектуры и руководители этих проектов были знакомы с Аланом Тьюрингом. Они были влюблены и поглощены идеей универсального исполнителя. И поэтому они сделали компьютеры такими, которые могут выполнять любую программу. И вот мы должны чётко понимать, что если компьютер может выполнить любую программу, он выполнит и любую вредоносную программу. Поэтому если мы хотим создать доверенную среду, мы должны разработать компьютер не тьюринговский, не фон Неймановский, не гарвардский, а какой-то другой. Такой компьютер, который обладает встроенным антивирусным иммунитетом и который на разных этапах выполнения программ обладает разной архитектурой. Вот это путь к построению доверенной среды. Он технически реализован. И люди здесь совершенно ни при чём. То есть, Валерий Николаевич, я правильно понимаю, что уже вы подали патенты на искусственный интеллект? И уже скоро мы все получим счастье? Да, мы получили примерно 10 патентов с 36 пунктами патентных формул на этот компьютер. Любопытно. Можно уточнить? Вопрос уточняю. А вы не говорите о специализированных процессорах? Нет. Нет, здесь что-то не об архитектуре процессора. Но специализированные, специализированные процессоры, которые делают конкретно то, что нам задано. Вот для этой задачи мы используем эту систему. Вот это, как правило, похоже на гарвардскую архитектуру. Там есть это целый раздел. Нет, я не об этом говорю. Можно к этому же вопросу очень хорошую мысль высказали? Если вспомнить первые компьютерные вирусы, то то, что бросалось в глаза очевидцев, то, что архитектура IBM PC как будто специально придумана для того, чтобы на ней можно было делать вирусы. Потому что на тот момент с разделением памяти на операционное хранение данных было очень многое запретено того, что это сделало бы очень сильно сложно. Вот есть подозрение, что если звезды зажигаются, значит, кому-то нужно. Есть очень серьезные экономические мотивы, чтобы вирус был. Спасибо за ваш вопрос, но я-то полагаю, я вообще не сторонник конспирологических теорий. Я думаю, что так получилось случайно. А получилось так почему? Потому что только буквально лет 5-6 назад процессоры, которые работают по чистой гарвардской архитектуре, стало можно сделать. Просто для того, чтобы сделать процессор с гарвардской архитектурой, длина технологической линейки должна быть в 2, в 2,5 раза длиннее, чем сделать процессор, который работает по архитектуре фон Неймана. Я не думаю, что эта уязвимость заложена специально. Но это не так важно. Важно, что эта уязвимость есть, и она носит архитектурный характер. А с архитектурой нельзя бороться никаким другим способом, кроме как архитектурным. Нельзя с помощью программы исправить уязвимость железа. Если у нас есть огромная такая вот бронированная стена, а в ней дырка, то эту дырку подушкой затыкать не надо. Нужно хорошенечко заварить железякой. Вот как раз об этом мы и говорим. Что да, действительно, с помощью программы нельзя исправить железо. С помощью железа нельзя исправить программу. Поэтому надо доверять и программе. Ничего подобного. Это совершенно неправильное утверждение, чисто теоретически. Потому что можно привести тривиальную программу из двух операторов, и только ее, и которую только и будет делать этот самый процессор. И таких программ полным-полно, между прочим. Которые исполняются вот так, раз, два, три, четыре, пять, и все. Выверенные, кондовые, исполняемые только так. Вот когда их становится очень много, тогда начинаются другие проблемы. Но теорема существования, вот она перед вами. Три оператора и никаких проблем. Боюсь, что мы в результате получим абсолютно защищенную и никому не нужную систему. И это тоже неправильно. И это тоже неправильно. Это неотъемлемое свойство универсальности. Вот то, о чем вы говорите, да, это вот как только появилась многозадачность, так появилась возможность внедрения вирусов. В однозадачной среде это было сделать очень трудно. Вы запустили программу и никуда управлять не передается. Да нет, коллеги, послушайте, ну послушайте, вы очень горячитесь. Любая фиксированная программа не допускает запуска вируса. Что вы говорите? Ну, вспомните все основы и, так сказать, практику. Ну, вы сейчас... Ну, так подождите. Если вы допускаете расширение программного обеспечения, то это другой разговор. Но я к тому, что такие подходы и проблемы обеспечения надежности, даже работа ненадежного железа через работу программы невозможны. Вот как ни крути. Коллеги, мне кажется, мы немножко отошли в сторону, собственно, темы нашего круглого стола, потому что если мы могли бы в рамках реальных коммерческих или государственных систем эксплуатировать те самые пошагово просчитанные конструкции программно-аппаратные, где каждый процессор, где каждая строчка кода отвечает за свою операцию, никакие вмешательства невозможны, мы бы, наверное, здесь сейчас не собирались. И вопрос доверенности, наверное, не обсуждали бы. Проблема в другом. Как нам определить те самые уровни доверия для существующих систем, с которыми мы все с вами сталкиваемся, для которых мы вынуждены делать средства защиты, и где нет пришествия той самой теории пока еще в практику. И вот для этих систем мы должны выработать уровни доверия, а не к неким искусственно сформированным конструктивам. Их нет сейчас в реальности. Нет. Вот тех самых замечательных архитектурных с двумя операторами. Я бы не сказал, что нет таких вот, будем говорить так, средств. Да, да, да. Вот, понимаете, вот интересная вещь. Мы говорим о том, что этого сделать нельзя, пошагово и так далее. Я хотел бы вспомнить, в свое время Анатолий Васильевич Шиин предложил систему, тогда она называлась, по-моему, СНЕГ-2 для Альминатома. Замечательная вещь была, это средство защиты от несанкционированного доступа, в котором была предусмотрена одновременно реализация мандатного дискрепционного принципа доступа. В результате получилось, что эта система работала, каждый процесс наделялся своим определенным, будем говорить так, дискретом, который соответствовал определенным действиям. И в результате этой вещи действительно нельзя было вызвать ни одно несанкционированное действие. И самое интересное то, что в результате оказалось, что система антивирусной защиты для информационной системы, в которой стоит этот СНЕГ-2, не нужна. Вирус не работает. Вот и все. Отдай трубку. Предлагаю перейти к третьему вопросу и все-таки понять, на чем строится доверие. Вот там про независимую экспертизу. Это вот чья экспертиза? Кто? Ну, в смысле вот того почти согласованного определения доверия. Вот это чья экспертиза? Ну, поскольку вопрос очень сложный, я просто... Он идет в продолжение того, что Дмитрий Гусев сказал, что надо как-то научиться строить уровни доверия. Есть... Ничего нового под Луной не существует. Уже есть вполне конкретные методы построения уровней доверия. И как раз вот это связано с третьим вопросом. Основан на анализе рисков. Анализируешь риски. Если уровень рисков низкий, значит, уровень доверия тоже низкий. Вот один из подходов, которые могут... Их можно оспаривать, их можно не оспаривать. Что такое доверие к производителю? Да, производитель производил очень хорошие, допустим, средства защиты информации. Сертифицированные, все внедренное. Но потом, значит, выпустил продукт, который, допустим, сыроват. Там не проверен, не протестирован и так далее. Хоть и было доверие к производителю, получили результат отрицательный. Например. То есть, все можно вот так вот. Я бы ответил на этот вопрос, вот на весь третий. Очень коротко, на самом деле. Сформулирую. То есть, прочтя только первую часть. На чем должно строиться доверие? А я могу сказать, что оно должно строиться на локализации. И локализация здесь самое главное и единственное, что определяет все это доверие. Локализация, то есть, это то производство, где оно находится. В узком и в широком смысле. И если производство совершенно локализовано, то тогда все остальные вопросы, которые здесь есть, имеют ответ к этому самому производству. К локализации производства. Нет, ну это уже, это первые два вопроса, которые мы рассматривали. Требования и все прочее. Мы скажем, на чем должно строиться доверие? Я повторяю, на локализации. Именно на локализации производства. И это единственный похожий момент, который нам предстоит пройти, который очень сложен для нашего периода. И особенно в перспективе. Ну, вот таково точка зрения. Дальше можно обсуждать. Пожалуйста. Александр Павлович, насколько я понял, вы говорите, что доверие должно строиться на доверии к производителю. Да. То есть, единственный критерий, если у нас производитель хороший, то это так, да? Да. Нет, вот отечество и неотечество, это уже критерии выбора. Это критерии выбора, да. Ну, дело все в том, что у нас сейчас, например, вот начинают облачные технологии вдаваться и все остальное прочее. Производитель средств, это один, а тот организация, которая предоставляет услуги, это не производитель средств. Кому мы должны доверять? Я тоже не согласен с Александром Павловичем. Вот цитирую Конявского Валерия Аркадьевича, он любит говорить, все врут. И он прав, потому что даже хороший отечественный производитель вводит в заблуждение заказчиков сплошь и рядом. Не буду показывать пальцем. Ну, ничего подобного. Вы извращаете понятие локализации. Под понятием локализации, ну, нужно дать, тогда нужно дать определение, что такое локализация. А я вот сейчас не готов его дать, дайте подумать. Вот пусть обсудят, а я пока придумал. Мне вот кажется, Алексей меня процитировал, но не полностью. Все врут опять. Да-да-да, все, конечно, врут. А верить может только мне. Я, кстати говоря, вот в ходе этой дискуссии вспомнил один очень интересный момент. В свое время принимался закон о техническом регулировании. И когда обсуждались, вот если помните, там седьмая статья, там есть семь пунктов, по которым должны быть регламенты. Не было регламента, не входило туда и до сих пор не вошел туда технические регламенты по информационной безопасности. Ну, а вопрос этот обсуждался. И сказали, это не важно. У нас вот есть регламенты, которые влияют на безопасность здоровья граждан. Я говорю, правильно, я говорю, вспоминается хороший анекдот. Мы выпускаем масло. Говорит, приходит, говорит, один дедушка в комиссию, говорит, вы знаете, я, говорит, изобрел автомат, который из куриного помета делает масло. Он говорит, как это? Он говорит, ну как, вот берут, закладывают в бункер куриный помет, на выходе появляется, в смысле, действительно брикет масла. Он говорит, о, настоящее масло, все хорошо. А, говорит, на вкус? Я, говорит, на вкус не пробовал. Так вот, так же и там сказали, говорит, стряхнина же нету в продуктах? Нету. Ну, говорит, а дальше рынок оценит. И вот на этой ноте, извините меня, когда у нас такая, будем так, разрушенная система, будем говорить так, стандартов и всего остального прочего, говорить о доверии к производителю у меня, ну не получается. Не могу я согласиться, Александр Павлович, в этом вопросе. А, Александр Павлович, исключил сертификацию? Вот эту независимую экспертизу? Я сказал, доверие к производителю. Исключил, мы все слышали. А? Ну, даже, да. Входит, входит, я так понял, что входит. Ну, и, кстати, сказать, закон о техническом регулировании предусматривает одну из форм, это заявительная. Декларация. Декларация. Да, да. Ну, я, с Вашего позволения, продолжу вот давать определение. То есть сегодня хорошо идет. Я могу уверенно сказать, я думаю, что Вы со мной все согласитесь, что доверие определяется либо возможностью проверки, то есть доказательностью, либо большим положительным опытом эксплуатации. Третьего нет. Третьего нет. Это либо опыт эксплуатации, либо проверяемость. А все остальное – это производство этих двух процессов. Ну, с одной стороны, готов согласиться с целым рядом тезис, с другой стороны, мне кажется, остается у нас некое недопонимание обсуждаемой тематики. Мы практически все, как мне кажется, составляющие термины доверия, доверенная среда, будь то доверенная среда как доверенная среда предоставления каких-то информационных сервисов, то, что важно заказчику, ему неинтересно, как оно там работает, ему важно, чтобы поработал и пользу приносил. Поэтому доверие по отношению к средствам защиты информации мы проговорили уже с точки зрения локализации очевидное требование. Понимаешь, что когда что-то локализовано, с этим гораздо проще разбираться, этому проще доверять. Ты можешь всегда дойти и проконтролировать, нежели чем что-то привезенное. И дальше надо доказывать, что оно потом по факту внедрения именно то, что раньше показывалось, а не то, что приехало совсем новое, еще не проверенное. Обычно такой вопрос встает, чем вы, зарубежные коллеги, гарантируете, что очередная партия, очередной образец, который вы привезли, вроде бы как ранее сертифицированного изделия, значит, это то же самое. Давайте контрольные суммы, давайте опять показываете процесс производства и так далее. Но я бы хотел все-таки обсуждение вернуть к такому вопросу, к общим критериям тем самым. Мы про них как-то говорили, потом отошли от них, начали опять термины обсуждать. Чем все-таки не нравится, вот мне такой вопрос к уважаемым коллегам и экспертам, чем общие критерии не нравятся? Ну пусть у стека там только первая версия переведена, да, сейчас в мире третья версия действует, еще новые версии обсуждаются этого стандарта. Но по сути-то... Общие критерии это всего лишь методология, позволяющая выработать определенные требования. Общие критерии это документ, который необходим регуляторам для выработки определенных требований. Ну не более того, не надо все путать. К сожалению, с моей легкой руки в свое время эти общие критерии пошли в жизнь. Я сейчас жалею об этом очень и очень. А с чем связано сожаление? Вот я так и не понял ответа. Вот я сожалею, что допустим у ФСБ Стека нет единого подхода к этому вопросу. Вот я от этого сожалею. Это выливается в конкретные затраты для компаний. По соответствию выполнению соответствующих требований. Сегодня принято к Валерию Акадьевичу апеллировать. Не даст соврать, когда сочиняли ФЗ-1, а БЦП еще, да, обсуждался вопрос об ответственности. И там ввели норму. Удостоверяющий центр несет материальную ответственность. У него должны быть для этого деньги какие-то заложены. А поднимался и другой вопрос. А что произойдет в случае негативных последствий использования сертифицированного средства АЦП? Кто отвечать будет? Это хорошее восприятие. И облагополучно... Я тоже это помню. Вот, значит, кто и чем, какими деньгами там гарантирует доверие? Я помню, когда на следующий день... Я помню, когда на следующий день после этого... Кстати говоря, вот старый закон о сертификации, который был до закона технического регулирования, Там предусматривалась ответственность испытательных лабораторий, Которые несли на всех этих самых основаниях материальную ответственность за ту продукцию, Которую они выходили. К сожалению, в новой редакции и в законе о техническом регулировании этого уже нет. Сейчас ответственность испытательных лабораторий практически отсутствует. А ЕБУ надо повести. Ну, я хотел бы, значит, во-первых, зачитать, чего я придумал по поводу локализации. Ну, не просто как термина, а всё-таки локализация системы. Это производство и эксплуатация системы ответственным конкретным исполнителям, на самом деле. Под каждым из этих слов дальше в определении есть очень много чего, Их можно развивать, я не буду этого делать. Это первое. А второе, что я хотел бы заметить, это относительно ответственности. Ну, с ответственностью, вот, например, у нас всё очень просто. Если сбой произошёл или нанесён ущерб по вине средства, на которые, тем не менее, есть сертификат, и заявленное в сертификате свойство оказалось невыполненным, то есть оказалось выполненным, но привело к ущербу, который не предусмотрен соответствующими требованиями, ну, как, например, в законе о персональных данных, да, доступ получил тот, кто не предполагался, что на данном уровне, значит, может получить его, да. Значит, в таком случае прямые претензии к регулятору, без всяких разговоров. И, между прочим, суд, человек и организации, или государство в нашей стране очень часто выигрывается человеком, но, по крайней мере, в налоговой службе. Таких примеров туча. Пожалуйста. Так. Замечательно. Есть предложение перейти к четвёртому вопросу? Ещё одно замечание. Вот Александр Павлович сказал, что доверие должно строиться на локализации. А я бы ещё одно слово употребил. Безысходность. Вот ГОСТ 89-го года абсолютно стойкий вроде бы. Все математики навалились, ничего не получилось. Используется 25 лет. Ничего не получается. То есть у нас безысходность сломать этот шифр, и на этом строится доверие к нему. На данный момент. Я извиняюсь, вот тут, подождите, ну тут совершенно, так сказать, какая-то безысходность. Это не безысходность, а это давно сформулированный тезис по оценке криптографической стойкости алгоритмических криптографических систем. Называется он «Стойкость в круге известных методов нападения». Все криптографические системы алгоритмического плана, кроме белой гаммы, имеют оценку стойкости. Именно вот Виктор, тем таким же, он тоже криптограф, он мне не даст соврать. Я уже всё забыл. Ну ладно. А, ты уже забыл, а? А я ещё нет, мне ещё полгода можно помнить. Так, ну вот у нас четвёртый вопрос, значит, тут походу и вот этого круглого стола, и до этого выступления звучало, значит, что вообще говоря, надо бы заниматься защитой информации не в момент создания какого-то средства или там системы в защищённом исполнении, да, а должна процедура охватывать весь жизненный цикл автоматизированной системы, да. А жизненный цикл предполагает, ну вот, а жизненный цикл предполагает, как бы, периодическое обновление в этой системе, да, и очень часто можно услышать сетывание там эксплуатирующих организаций и интеграторов, которые создавали какую-то автоматизированную систему на то, что очень сложно внести какие-либо изменения в аттестованную систему или там сертифицированное средство. Вот возникает вопрос, мы введём новую сущность, доверие, да, условия у нас динамично меняются постоянно, да, и вот как тогда быть с обеспечением ещё одного свойства? Я не знаю, кто сформулировал этот вопрос, вопрос, конечно, непростой, наверное, здесь нужно оценивать, прежде всего, степень влияния среды на то устройство или там подсистему, которой меряется доверие. По-другому не получится. Если степень оценки влияния среды на, допустим, сертифицированное устройство велико, то тогда ни о каком доверии речи быть не может. Ну, я бы немножко не так сказал. Действительно, вопрос достаточно сложный, и он вызван жизнью. Дело в том, что сейчас стабильной среды, наверное, найти невозможно. Любая среда обработки информации, она динамично меняется. Появляются обновления, появляются патчи, появляются какие-то новые программы, которые надо ввести в среду и всё прочее. Мы говорим о доверенной среде, но если мы говорим о доверенной среде, давайте так и говорить, что да, изменение, на мой взгляд, обеспечить доверие в динамично меняющей среде возможно только в том случае, если источник, вносящий изменения в эту динамичную среду, является доверенным. То есть, если он сам является одним из элементов доверенной среды. Нет, коллеги, я хочу сказать, что вообще совершенно тривиальный вопрос. Ничего в нем ни нового, ни оригинального нет. И вопрос, так сказать, совершенно ясный из той системы определения, которую мы с вами уже обсудили. А именно доверенность – это соответствие с заявленным свойством, как ранее было сказано. Ну вот эти свойства меняются, ну и чего, и ничего-то удивительного. Ну, соответствие тоже может меняться, и заявленные тоже могут меняться. Вот поэтому, ну, меняется, соответственно, переоценивается. Теперь локализация. Ну, поскольку мы говорили, что доверенность – это практически локализация, да, как реализация. Вот, и, значит, и, соответственно, в локализации систем тоже может меняться. И производство, и эксплуатация системы, и ответственность, и конкретность исполнителя. И исполнитель может, все это может меняться, все это плавает. Но все оно должно, вся проблема заключается в том, что нужно отслеживать эти изменения, и, соответственно, им производить периодическую периодическую. Именно поэтому криптографическая оценка стойкости всяческих систем, как вы знаете, выдается не навечно, а на определенный период. И через определенный период требуется чего? То, чего мы с вами все и делаем. Вот, именно этим и обусловлено. Поэтому ничего тут нового, ничего необычного, то же самое происходит и с доверенностью. Сегодня доверенное, завтра нет. Извиняюсь. Таково развитие локализации. Надо иметь в виду, что в современных системах не обязательно за счет патчей или внесения изменения в программное обеспечение происходит вот это динамическое изменение. Просто само программное обеспечение обновляется, да, и авто... Нет, 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 вы поставили некую среду, установили, запустили, она сама себя обновляет. Потому что во многих программных продуктах есть система автоматического программирования, которая порождает исполняемый код. Не случайно, значит, при аттестации подобных систем возникает проблема с обоснованием функциональной замкнутости этой среды. Вот на этой ноте я могу согласиться. Я немножко не так воспринимаю этот вопрос и немножко не такой ответ готов дать, хотя со многим согласен. Вот есть такая большая система, там где-то есть центр, сервера, потом какие-то веревки, по которым сигналы бегают, маршрутизаторы стоят, клиентская машина. Вот работает себе человек, потом пришел отличник боевой и политической подготовки, что-то подкрутил в маршрутизаторах, лучше сделал, да, и система вся рухнула. Вот речь идет об этом, да, значит, что можно с этим сделать? Вот как сегодня жизнь осуществляется, проходит. Вот украли деньги со счета человека. Банк ему честно всегда говорит, ты иди в милицию, беги и пиши заявление, чтобы тебя деньги украли. А я всех к тебе вылавливаю и говорю, стой, ты в милицию-то иди, но пиши другое заявление, что ты деньги банку отдал, а он тебе их не отдает. Пускай банки ищут, кто украл, зачем украл и так далее и тому подобное. Почему так получается? Потому что, когда мы строим корпоративные системы, мы можем требовать определенного уровня знаний от тех людей, которые эту систему эксплуатируют. Когда мы строим открытую систему, мы требовать от всего населения страны хоть каких-то даже начальных знаний, мы, конечно же, не можем. Мы должны исходить из того, что люди не понимают и не знают и не умеют. В этом смысле системы такого класса, которые меняются, но в то же время уровень доверенности должен быть обеспечен, на мой взгляд, могут строиться только по принципу вантач-секьюрити. Они должны строиться так, чтобы человек, который эксплуатирует систему, клиент, ничего в ней изменить не мог. И тогда совершенно понятно, кто виноват в том, что деньги украли. Спасибо. Я хотел бы добавить еще следующую мысль. Я считаю, что решение вопроса доверия в динамично меняющей среде – это вопрос не столько сложный, он на самом деле с технической точки зрения совершенно понятный, но он дорогой. И мы, и заказчики, и регуляторы должны морально готовиться к тому, что это будет дорого. То есть невозможно будет существующими, в общем-то, уже давно всем понятными и освоенными методами, вот так вот легко и непринужденно решить вопрос контроля доверия в динамично меняющейся структурах. Не получится. Получится внедрять ту самую методологию, можем кивать вот опять на общий критерий, можем не кивать, но суть от этого не меняется. Необходимо внедрять правильные грамотные процессы безопасной разработки, средства защиты информации, информационные системы, а не только смотреть на них здесь, сейчас, по конечному срезу требований. Нет, я хочу сказать, что все-таки вот если говорить о цене и о динамично меняющейся среде, то просто по собственному уже четырехлетнему опыту непосредственно реализации в больших проектах, я бы сказал, даже в очень больших проектах, могу сказать, что все эти средства – это просто безумные деньги. И подход традиционный по выполнению требований наших замечательных регуляторов, он приводит к совершенно сумасшедшим суммам, в разы превышающим стоимость самой системы. Я не буду приводить вот через свои практики цифры стоимости защиты для налоговой системы, когда на 4 миллиарда разработки проектируется система безопасности стоимостью в 11 миллиардов, потому что у нас же все требования исполнены. И мне кажется, что единственное, что здесь возможно, вот в динамической среде, при динамическом времени, при соблюдении принципа ограниченности ресурса, выделяемого на обеспечение информационного безопасности, это смена альтернативы, то есть переход от классической априорной защиты к апостериорной защите. То есть к системам мониторинга, к выявлению потом с помощью экспертных систем, системы, выделение, кто там, какой инцидент информационный, ну и так далее, и так далее. Не буду читать тут лекцию. Тогда на таком альтернативном принципе возможно получение результатов. Но хочу сказать, что вообще в принципе сейчас похоже принципиально другой метод и другой подход обработки информации в целом. Переход от стандартной обработки к нечёткой обработке. Вот если вы посмотрите последние разработки всяких америкозов в информационной части, то там именно как раз это и есть. Вот это как раз приспособление к динамически меняющейся структуре. Ну ладно. А всё-таки, если я уж сразу тогда по поводу облачных структур выскажусь, чтобы, так сказать, вставать тебе и микрофон не передавать. Значит, поскольку мы как раз вот такую облачную структуру сейчас строим, и уже её частично построили, и уже её, так сказать, в промоэксплуатацию вводим, если кто бывал в последнее время, вот с января по нынешнее время, в налоговый что-нибудь сдавал, то видели там очереди, да? Ну это вот, извините, это наше творчество, да? В облако, да? Ну а что вы хотите? Так просто ничего не бывает. Вот, значит, можно ли добиться доверия в облачных структурах? Значит, поскольку нет точного определения облачной структуры, то и ответ на этот вопрос быть дан не может. А если под этим подразумевать нечто аморфное, то, что как бы обычно называется облачной структурой, то и ответ может быть тоже аморфный, и можно, и не можно, и всё в зависимости от уровня тех требований, которые вы предъявляете к этому делу. Кое-что можно, кое-чего нельзя. Вот, а если можно, то что для этого надо сделать? Я, по-моему, на какой-то из предыдущих конференций предлагал в качестве перечня задач, значит, для возможности обеспечения построения априорной защиты в облачной структуре, начиная с кластера, то есть начиная с сода и так далее. Ну, там дальше такой длинный перечень, что даже говорить на этот счёт не хочется. Думаю, что сумма такой разработки, теперь всегда приходится оценивать сразу, сколько это будет стоить, зашкаливает там за сотню миллиардов рублей. Поэтому, чего обсуждать. Вот это то, что надо сделать для этого. Я, безусловно, согласен с Александром Павловичем, потому что он очень грамотно сказал, если то, то то, а если этот, то то. Но, на мой взгляд, ответ очень простой. Если это частное облако, а, в общем-то, большая часть предприятий крупных уже построили себе частные облака, успешно их эксплуатируют в своём собственном СОДе, на защищённом периметре, стоящем, со своими администраторами проверенными, и, в общем, тогда доверие обеспечить можно. Если речь идёт об открытых системах или, как принято сейчас говорить, информационной системе общего пользования, то, конечно, здесь доверие обеспечить невозможно, я считаю, по многим причинам, потому что то, что я знаю про реальные системы, про некоторые, там уже и команды поменялись, там уже и обновления ставили, неизвестно как, и неизвестно, и неизвестно, кто за это отвечает. То есть, понимаете, здесь очень всё просто. Значит, частное облако, доверие есть. Публичное облако, доверие нет и не предвидится. Пока критерий не найдём. Нет, ну каждое средство, которое повышает хоть какую, решает хоть какую-нибудь отдельную задачу. Оно полезно, да. Оно полезно, всё равно. Оно полезно, да. На мой взгляд, да, 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 а, Серёжа. Я могу только одно сказать, что, ну да, действительно, в открытой системе построить безопасность, это, наверное, говорить, абсурдно, это задача неразрешимая. Вот, но вот вопрос, можно ли добиться в общих структурах, а давайте немножко другой посмотрим на сторону этого. Ведь мы говорим сегодня о доверии, о доверенной среде. Доверие, доверенная среда. У нас появляется облачная структура. Чем она отличается? Она отличается только одним от того, что было раньше. Она отличается только тем, что появляется новый субъект. И этот субъект является оператором облачной структуры. Если мы доверяем оператору облачной структуры, то в этом случае мы можем говорить о доверии к облаку. Если мы не доверяем к оператору облачной структуры, мы не можем не говорить ни о каком доверии. А отсюда стоит вопрос. Если это частное облако, и мы доверяем нашему оператору, это один. Если это общее, то мы не доверяем, или доверяем в той или иной степени, которая определяется соглашением о предоставлении услуги. И отсюда все это переходит уже, опять же таки, и с технической стороны в юридическую. Но я так не могу рассуждать. Я все-таки технарь по образованию и по роду деятельности. Вы что-то, наверное, юристы, я так думаю, судя по всему, которых не хватает. Поэтому я могу сказать только одно, что в ближайшие пару лет, конечно, говорить о доверенном облаке, наверное, будет нельзя. Вот есть такой феномен замечательный, который меня умиляет на протяжении всей моей жизни. Он называется морская свинка. Вот она и не морская, и не свинка. Вот доверенное облако – это морская свинка на сегодняшний момент, мне кажется так. Хотел бы тоже покомментировать. Я бы вообще предложил в тусовке по информационной безопасности запретить обсуждать тему безопасности облаков. Потому что, коллеги, мы, естественно, все понимаем, что как только мы говорим об облаке как некой технической инфраструктуре, маленькой, большой, частной, пусть даже общественной, но контролируемой, когда мы можем ее посчитать, посчитать, пощупать и посчитать. Мы можем говорить о безопасности, мы можем говорить о доверии. Те, кто строит цоды, расскажут нам о разных уровнях надежности этих цодов и объясняют, что там однозначно все можно хранить. Но как только мы начинаем говорить об облаке как действительно экономической некой сущности, где люди решают задачу минимизации себестоимости, эксплуатации технической инфраструктуры и увеличение прибыли в предоставлении каких-то информационных сервисов, вот здесь бессмысленно рассуждать о безопасности. Я хочу сказать, что на самом деле при нашем общем хихикании насчет безопасности в облаках, тем не менее в отношении корпоративных систем, частных облаков, которые строятся и которые реализуются, действительно можно построить, только нужно четко описать, что такое там в таком случае безопасность, каковы требования безопасности, какой противник, какая модель угроз, является, например, спецслужба противником или не является. Вот в налоговой, например, спецслужбы не являются противником. Это очень хорошо, это существенно облегчает построение системы, да? Ну, кроме… Ну, естественно, это позволяет построить достаточно четкую систему. Однако внутреннее разграничение, например, требуется. Что для этого необходимо? Для этого необходимы такие-то, такие-то, такие средства, в том числе дополнительные средства, наложенные средства, обеспечение к тому же VMware или к Microsoft гипервизору. Вот, то есть, игнорирование их и декларирование как бы невозможности на этой основе, значит, обеспечение хоть какой-то информационной, это неправильно. На самом деле можно построить определённую… Можно ли построить систему, облачную систему для обеспечения функционирования информации, содержащей гостайну? Это вопрос. Вот, это сложная проблема, действительно. Не уверен, что её нельзя решить. Не уверен. При необходимости, видимо, можно, но за некоторое время и, конечно, при каких-то деньгах. Причём, мне кажется, что вполне разумно. А можно ли построить открытую систему а-ля Яндекс и её, значит, приспособить под густайну? Ну, точный ответ, конечно, отрицательный. Я абсолютно согласен. Ну, то есть, можно сказать, что вопрос только в уровне доверия. Я, например, доверяю свою личную почту Яндексу и на Яндекс.Диске размещаю личные фотографии. И многие так делают. Но другую тайну, наверное, я не стану. И, наверное, можно говорить, что пока есть оператор этого облака, то есть, есть с кого спросить, можно говорить о каком-то уровне доверия. Вот когда это облако разовьётся по типу торрентов до того состояния, что это одноранговая сеть, и каждый для каждого является сервером, и спросить не о кого. Вот тогда вопрос о доверии отпадёт сам собой. Ну, вот мне хотелось бы, если позволите под занавес такой вопрос нам всем сформулировать. Берём всем нам известный публичный сервис под названием Dropbox. Я думаю, большинство из вас им пользуются в той или иной степени. Вопрос следующий. Мы ставим задачу по защите информации в этой облачной, истинно такой облачной, с точки зрения наших западных коллег, большинство, истинно облачной архитектуре и сервисе. Можно ли защитить информацию? Ну, в общем-то, простой ответ. Шифруй свои данные перед складыванием в Dropbox. Они там будут лежать за шифрованным виде, всё безопасно. Но открываем дальше пользовательское соглашение, читаем. И там чёрным по белому написано, что, уважаемые пользователи, если ты свои данные, складываемые в меня, в Dropbox, шифруешь, то я снимаю с себя любые гарантии по сохранности твоих данных. Потому что те механизмы, которые я использую в своей работе, они подразумевают некий интеллектуальный разбор информации. Я на основании этого, говорит Dropbox, корректным образом раскладываю твои данные по куче разнообразных серверов, и тем самым гарантирую тебе сохранность твоих данных, чтобы не произошло на этом свете. То есть даже если какая-то страна отдельная отключится по каким-то причинам от интернета, значит, твои данные при этом сохранятся. Вот вопрос следующий. Мы, как пользователи подобных систем, для нас доверие – это что? Это сохранность данных или их конфиденциальность? Чему мы отдадим свой выбор? Так, ну, ЗАСИМ мы успешно выполнили намеченную программу. Понятно, что вопросов появилось еще больше. Вот, наверное, это до следующего какого-то мероприятия можно. Редактор субтитров А.Семкин